Продолжение следует... Я тут немножко внес коррективы, как обычно, в самый последний момент. Так что будет отчасти экспромт. В чем, собственно, идея последнего занятия была? Ну, чтобы раздать долги. И тут я хочу сказать, что прежде чем попытаться хоть какие-то долги, все, что я обещал рассказать и не рассказал, прежде чем попытаться это сделать, хочу заметить, что не то чтобы нельзя объять необъятного в смысле языка программирования Python, он все-таки достаточно компактный. То есть мы знаем языки программирования, которых синтаксически напихано больше, чем в Python. Хотя, в общем, он движется вместе со всеми языками в ту же самую сторону синтаксической напихиваемости. Потому что то, про что я скажу, например, сегодня, я тут решился рассказать про шаблоны, как вы видите в заголовке, это как раз еще одно расширение синтаксиса, причем такое довольно нехилое. Вот. Да. Но дело даже не в этом. Представьте себе, что мы бы ограничились в наших разговорах в этом семестре исключительно синтаксисом языка. Напоминаю, что синтакс языка это то, из каких синтаксических конструкций вообще он состоит, какие с какими совместимы, и какие программы писать можно, какие нельзя. Понятное дело, что на этом бы наши бы встречи и закончились, потому что одним синтаксисом в программировании не обойдешься, надо еще понимать, как это все работает. А как это все работает, то есть толкование того, что мы написали, привязка того, что мы написали, к вычислительной модели. И это уже семантика языка, то есть понимание того, как, собственно, программа себя ведет, когда мы уже написали. Иногда семантика языка входит в стандарт, например, например, в питоне когда-то были словари, у которых ключи были неупорядочены, элементы были неупорядочены, а с некоторых пор в питоне словари, у которых элементы упорядочены в порядке добавлений. Да? Вот. А иногда не входит и в стандарт, и откладывается на, собственно, реализацию. И вот этот третий пункт называется прагматикой. Прагматика – это такие части языка программирования, которые мы изучаем, которые никак в самом языке не специфицированы и зависят там от конкретной реализации, от того, что именно подразумевалось, когда мы строили вычислительную модель. Короче говоря, то, как данный язык в данном месте работает. В питоне, конечно, сделано очень много того, чтобы прагматика его использования была, в общем, универсальная. Язык высокого уровня как раз соответствует, как раз определяется тем, что вычислительная модель его оторвана от конкретного вычислителя. Вот. И, быть может, прагматикой можно отчасти описать ситуацию, когда у нас там несколько питонов стоит, некоторые называются так, некоторые сяк, вот сегодня такое будет. Вот. Или, например, когда у нас не стоят какие-то модули, ну, в общем, или привязка к операционной системе. Вот это вот типичная прагматика. Да. Но, напоминаю, питон язык в языкоуровневый, поэтому его прагматик, в общем, всегда примерно университет. Но, в отличие, скажем, от C, да, один из самых низкоуровневых языков программирования, это C, который целиком укоренен в этой самой прагматике. И в зависимости от того, на какой платформе вы запускаете программу на C, у вас по-разному будет работать эта программа. Вот. Но даже этого недостаточно, чтобы просто сидеть и изучать язык программирования. Главное в программировании, разумеется, это практика, написание программ. Именно поэтому у нас там порядка 40 задачек к домашнему заданию. Да, чтобы мы пощупали вот это все пальцем. Без щупания пальцем программирование, ну, как бы, изучение языка, это просто рассказ о том, что на свете бывает без какого-либо понимания. И вот практика, работы на языке программирования, особенно таком, как это сказать, массово популярном, как питон, на сегодняшний день. И это, конечно, вещь абсолютно необъятная, которую никто вам не обещал в этом семестре, и вообще в жизни вам никто не обещал всю практику, работа на питоне. Вот. Ваша жизнь с питоном и будет такой практикой. Вот. Поэтому взять и закончить, сказать, все, теперь ты знаешь кунг-фу, нео, мы не можем. Ни при каких условиях. Всегда будет оставаться большая область, про которую мы ничего не знаем. Что я хочу попробовать, хотя бы подчистить. Понятное дело, что наверняка есть куски в питоне, про которые мы так и не говорили, даже чисто синтаксически. Например, мы не говорили, когда говорили про синхронность, не говорили про async with, async with. Почитайте в документации, что это такое. Это такой способ словить исключение, при этом одновременно заблокировав некоторый специального рода объект, а потом его отпустив. В общем, посмотрите. Вот. Пытаюсь подчистить. И вот с этой подчисткой связано то, что я внезапно вставил в шаблон 30-го питона, про который мы сегодня тоже поговорим. Но сначала предыдущий долг, который называется модули. Дайте я проверю, что у нас с версиями все в порядке. Да, у нас старенький питончик пока что. Вот. Скоро будет новенький. Про модули мы с вами знаем, что? Смотрите, давайте мы перейдем куда-нибудь вот сюда. Вот сюда. Вот. Про модули мы знаем, что с вами? Что, во-первых, импорт работает довольно хитро. Если полезть в документацию, мы увидим, что сама процедура импортирования описывается в специальной библиотеке импорт лип, в которой можно всевозможные алгоритмы этого самого импорта как-то преобразовывать, влиять на них, что-то из них, значит, такое делать и так дальше. Вот. В частности, импортер и файндер, да, значит, в частности, когда мы что-то импортируем, в действительности сначала запускается процесс, который называется файндер, вот, а потом лозер, там он не импортер, а лозер. Вот. То есть, некий, некая функция в питоне, внутренне, которая реализует в данной операционной системе с данными условиями процедуру, собственно, поиска того, что мы потом будем импортировать. Этот файндер, на самом деле, довольно хитрая штука. Мы с вами, например, помним, что можно из зипов что-то импортировать, да, что на него влияет, на него влияет, на файндер влияют некие переменные окружения и так дальше. Вот. Это, во-первых, после того, как нужное место, откуда надо импортировать найдено, запускается лозер, вот, который тоже, имеет свою логику и эту логику тоже можно по-всякому, по-всякому, значит, склонять на разные стороны. Мы сейчас это не будем изучать, потому что можно в это углубляться, вот, видите, довольно сложная штука. Вот. Идея состоит в том, что и то, и другое, вещь управляемая, вещь и лоудер, и импортер, и файндер, вещь управляемая, вещь, значит, изменяемая, ну и реализованная в питоне, как видите, можно прям прочитать про то, как этот алгоритм работает. В частности, если залезть вот сюда, есть такой списочек в модуле sys, который по умолчанию, по депайтам подсасывается, то мы как раз видим, что нам предложили импортер, файндер, даже два импортера, а, болтин, то есть это тот, который засасывает билтины из странного места, неравного обычному, да, и это такой вот билтин импортер, ну и импортер, который нас, вот, дальше файндер, который ищет, и еще один импортер, который не знает, что делает, то есть, как видите, вся эта машинерия еще более сложная, чем нам казалось до этого. Значит, здесь я умолкаю, потому что у нас сегодня, в принципе, будет в основном обзорная лекция, но имейте в виду, что механизм этот сложный, читать про него вот здесь, да, в reference import, вот, а мы с вами сосредоточимся на такой вещи, которая как раз практически необходима, это, собственно, на модулях как таковых, вот, и так, текущая логика вот всего, всей вот этой машинерии такая, что на самом деле любая программа на питоне является модулем, я не помню, говорил я про это или нет, если не говорил, давайте еще раз мы проговорим, потому что это важное знание, вот давайте мы создадим некоторый модуль, вот, и его наполним, значит, у него будет констант какая-то, вот у него будет функция, функция, вот, вот, ну и, соответственно, этот самый, ну, этот самый модуль будет выглядеть вот так, а, нет, не так, давайте, чтобы для красоты, чтобы он ничего не делал, фэншуй навозим, фэншуй навозим, вот, опять же, может быть, я не говорил, значит, придется повториться, к сожалению, такая вот у нас планита, я немножко путаюсь, если мы сейчас этот, а, нет, не так, сначала давайте поимпортируем этот модуль, вот мы написали прекрасную, прекрасный модуль, в котором есть константа, это самое, вот сейчас, кстати, ptpy может отказаться, нет, не отказался, смотрите, вот у нас есть модуль mu, в котором есть константа mu и функция mu, да, и мы можем сказать mu.mu и получить, что хотим, ну или скажем mu.mu от 20, вот, или mu от 20, да, как-то там, вот, то есть, любая программа на питоне является модулем, ее можно проимпортировать и при этом логика вот этих вот, вот этих вот, вот этой вот машины, вот этого файндера конкретно и импортера будет работать следующим образом, сначала мы поищем все подходящие под вот такое описание модуля сущности, вот по всему вот этому списку, начнем с пустого, с пустого, с пустой строки, это означает в текущем каталоге прямо тут, ну а потом будем смотреть во всякие такие места, вот, и когда в каком-нибудь из этих мест, в первом, в первом из перечисленных здесь найдется что-то, что с точки зрения файндера, текущего файндера, будет являться модулем по имени му, нам эта штука, ее, ну, видимо, ее придется прочесть и отдать лоудеру для того, чтобы он ее загрузил, как полагается, в память питон, вот, в данном случае у нас это му нашлось сразу в текущем каталоге, то есть по первому, по нулевому пути, вот, почему, потому что в текущем каталоге был файл му.пы, а мы уже только что сказали, что любая программа на питоне является му. Лодер взял эту штуку, выполнил ее, просто выполнил как программу, и у нас в результате в нашем namespace залипло имя му, внутри которого залип namespace с константной му и, значит, с этим самым функцией му. Вот. Я не зря говорил, что это программа, потому что, если мы сейчас напишем что-нибудь вот такое, вот, то к вещи нашей радости при попытке проимпортировать этот самый модуль му выполнится тот кусок кода, который в нем находится. То есть, еще раз, без каких-то видимых различий, они есть, но они, в общем, вполне невидимые, кроме одного, про который мы сейчас поговорим, без каких-то видимых различий, модуль на питоне это и есть программа загрузка модуля на питоне, просто его выполнение, в результате которого выполнение у вас в текущем namespace откладывается имя, с которым вы этот модуль проимпортировали. Вы могли сказать вот так вот. Пожалуйста. Только извините. Вот. Да. Имя, с которым вы проимпортировали. А в этом и это такой, собственно, контейнер имен, да, модуль. А в этом имени откладываются все те имена, которые у вас там созданы. Ну и плюс всякие вспомогатели. Вот. В частности, вспомогательным именем будет штука под названием name. Ну вот. Видите, она помнит, что модуль когда-то звался move. Вот эта штука под названием name может нам обеспечить ситуацию, когда мы хотим, чтобы один и тот же кусок кода на питоне одновременно мог быть запущен как программа и импортирован как модуль. Когда мы его запускаем как программу, мы хотим, чтобы что-то выполнилось. А когда мы его импортируем как модуль, мы хотим только, чтобы какие-то символы, которые в нем значит наличествуют и имена создались, а выполняться ничего не выполнялось. Поэтому мы пишем вот такое. If name равняется main и вот это name равно main будет означать, ну давайте вместо этого мы запустим что-нибудь более осмысленное, ну скажем move вот трех вот да, значит вот это name равняется main будет истиной только в том случае, когда программа запущена прямо как программа и ложе в том случае, когда программа выполняется, импортирована как модуль. Вот, получается очень красивая, удобная штука. Вот так мы говорим ему import.mu он нам не мешает. Вот. А вот так вот мы ему говорим python python 3 минус m нет, просто mu.py вот он, пожалуйста, отрабатывает вот этот кусочек про main. Вот. Обратите внимание на то, что пока мы его импортировали, у нас образовался файл pcash, каталог pcash, в котором, собственно, лежит байт-код от нашего модуля mu. Мы не успели в этом году, в этом семестре посмотреть на байт-код. Ну, видим, если будет возможность, посмотрим в следующем. Вот. Байт-код. Для быстроты. Компиляция в байт-код. Байт-код это, в общем, тот же самый питон, только преобразованный в его питонию вот эту стековую машину. Вот. Но объект там те же самые, методы те же самые, пространство имен те же самые. Просто вместо синтаксического сахара, на котором мы пишем, там такие командочки атомат. Во. Значит, модуль. Собственно говоря, как мы уже с вами поняли, модуль можно запустить вот так. Модуль можно запустить с помощью, всасать с помощью импорта. есть одно интересное свойство, у которого решается просто передачей соответствующего параметра самому интерпретатору питон. Это интересное свойство состоит в том, что мы можем захотеть запустить какой-нибудь сторонний модуль, который лежит где-то вот здесь. И мы, в общем, не знаем где, нас это не очень волнует. Мы знаем, что питон его найдет. И вот этот тосторонний модуль мы хотим запустить как программу. Для этого существует механизм ключик минус М, который делает буквально следующее. Мы говорим, вот это модуль, ты его, товарищ, найди модуль этот и запусти его как программу, чтобы он был мейным. Вот. Например, вот я взял и запустил модуль random. Он его нашел где-то. Я вангую, что вот здесь. Потому что это часть стандартного дистрибутива питона. И как видите, при запуске модуля random как программы внезапно запустилась какая-то функция. Давайте посмотрим, во-первых, правильно ли меймингование. Вот он. Да? А во-вторых, что происходит, когда этот модуль мы запускаем через Python минус m. Вот конструкция name равняется main, запускается функция test. Вот эта функция test очень похожа на то, что именно так и произошло. Эта функция именно она-то нам и вызвалась. Вот, пожалуйста, такой пример. Еще несколько примеров. Опять же, не помню, были ли они в этом семестре или нет. Если не были, то вполне хорошо про них знать, что многие модули питона на самом деле имеют вот такую функциональность и далеко не все из них просто тестеры. Например, мы знаем, что есть модуль pdoc, вот, который показывает документацию про всякие разные штуки примерно так же, не примерно, в точности так же, как нам ее показывает help из встроенного питона, потому что это одно и то же, это именно вызов pdoc. Ну, скажем, тот же random. Ну, скажем, run range. Вот, пожалуйста, да, узнаете. Это тот же самый help, только выданный снаружи с помощью командной строки. Вот, pdoc. Но, с pdoc интересная штука. О, слушайте, а я про строки документации говорил, нет? Давайте я вам расскажу про строки документации, потому что все равно строки документации в модулях это важная вещь. Мы сейчас вернемся к pdocу. Видите вот эту фигню? Это в моем шаблоне подразумевало, что строка документации просто будет. Давайте напишем тут что-то. и давайте функцию нашу задокументируем. что мы напишем? number умер. мы можем подразумевать его ? умер. Ну как-то так Опишем поведение нашей функции Только по фэншуи здесь полагается писать Вот так Вот Значит что такое строки документации И здесь тоже Что такое строки документации Строки документации Это такие строки Которые у нас висят внутри функции Внутри метода, внутри класса Внутри модуля вот здесь Ничему не присвоенные Вот эти ничему не присвоенные строки Вот эти ничему не присвоенные строки В действительности выполняют очень важную роль Сейчас покажу какую Вот А именно они документируют наши вот эти сущности Причем настолько хорошо, что они будут видны в хелпе Давайте мы это проверим Пек Импорт му Хелп тот му Посмотрите какая красота Значит вот это описание Которое было В документ стринг модулю Вот это описание Которое было К Функции му Да Вот это наш Наш Констант Кстати здесь можно было в комментариях написать Что к ней тоже Описание А у нее еще есть аннотация Да Аннотацию функции лежат функции Аннотация сформировалась Потому что мы написали что это Вот В общем все довольно красиво И даже написано где он лежит Да Это наш хелп Понятное дело Что точно так же будет работать и док Вот он Вот Надо сказать что Ну про что еще можно рассказать Ну про хттп могу рассказать Да Смотрите Значит Есть такой модуль хттп У него много всяких подмодулей В частности есть модуль под сервер Если вы делаете вот так Вот сейчас запустится хттп сервер На порту 8800 Этот хтп сервер будет отдавать текущий каталог Смотрите Все легко и непринужденно совершенно Localhost Мы этим пользовались Кстати сказать На прошлой лекции по линуксу Я удаленно запускал эту штуку С удаленной машины Потом заходил туда Смотрите какая красота Вот наши программы Которые мы только что соорудили Отдаются Вот давайте почитаем что-нибудь Вот он открылся А тем временем нам хтп сервер говорит Что мы что-то там прочли Вот Мупы прочли Вот Такой дешевый способ Раздать что-то по хтп из коробки В которой есть питон А больше ничего нет Да Но дальше больше Если мы скажем Минус минус help Мы увидим что Оказывается питон Пдок умеет запускать сервер И поэтому сервер отдавать всю документацию По ходу Давайте попробуем Минус п Раз два три четыре пять Раз два три четыре например Вот И вот если сюда зайти Я не говорю броузер Потому что Я не говорю броузер Потому что он тогда на другом На другом экране мне его запустил О! Смотрите какая красота Это все наши модули Которые Реально все наши модули Которые здесь есть Более того Узнаете брата? А брата Вася Колю забыл Ну короче вот он Наш модуль Мук Который мы только что сделали Со всеми картинками С документацией Со всеми Со всеми пирожками Вот Такая вот волшебная штука Значит если бы мы здесь набрали Нажали броузер Он бы запустил броузер Который бы открыл бы этот модуль Ну и так дальше Просто Сейчас бы этот броузер На соседнем окне открылся Это неинтересно Вы бы его не увидели Модули Вот такая вот Рассказ про модули Но это еще не все И собственно Дальше идет рассказ про пакеты Дело в том что Понятное дело Утверждение Один модуль Это Один файл на питоне Плохое утверждение Потому что иногда Модули бывают громадные Или по крайней мере Большие Прогромадные чуть позже Если вы хотите написать Большой модуль То вам Конечно Очень не хочется Все складывать В один единственный файл Тем более что Этого модуля Будут под модули Ну и так дальше Вот как на картинке Да Значит Так что Помимо ситуации Помимо ситуации Когда файл .p Является модулем Модулем Точнее пакетом Это называется Пакет по моему Пакетом Пакетом Является Каталог В котором Обязательно Должен быть Файл И не .p Хотя бы пустой Ну и собственно Дальше все Дальше уже На ваше усмотрение В этом Что в этом И не .p Может быть Вот Вы можете вообще Все положить В не .p Просто оформить Ваш модуль Как пакет Разница между Одним вот таким файлом И каталогом С таким названием В котором Будет лежать файл И .p Нету А можете сделать Какие-то под Модули Вашего пакета И написать Например Ну не знаю Там Субмодуль Субм Субм Буми .py Буми Буми Вот Ну давайте ради Не будем Заморачиваться Документируем Сделаем Дев Фу Летерн бар Без разницы Давайте теперь Посмотрим Как это выглядит Из питона Да Елки Полки Да Во-первых Обратите внимание На то Что Эта команда Должна Сейчас По идее Сработать Но Модуль Нейвент Пак А почему Может быть Из обычного Питона Извините Проверим Но Ноль 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 Пока Почему А Потому что Мы в нем Находимся Фу Ёлки Моталки Вот Импорт Пак У нас Есть Че У нас Есть Пак Вот А В нем Ничего Если Мы что-то Положили В этот Инит Давайте Положим То В этом Ините Что-нибудь Было Бы Ну Давайте Так Это Было Слово Return Как Сделать Пять Ошибок В слове Return Вот Значит Сейчас У нас Есть Снова Че Не Понял Простите Туплю 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 Так Давайте Сначала Посмотрим Посмотрим Ой Может быть Вот так Вот Посмотрим Как это Работает Значит Import Пак Суб И это Работает Тут все Хорошо Пожалуйста Только Не Импорт Вот Только Там Barnot Defied Ну Давайте Это Ага Спасибо Что Да Спасибо Артем Как видите Я даже Слегка Обогнал На этот раз Google Так Секунду Здесь Была Ошибка Но Мы Сейчас Исправим Понятное Дело Вот Все Работает Для того Чтобы А вот Почему У меня Не работает Import Пак Пак Точка Бар Я не Понимаю Сейчас Посмотрим Вот Модуль Суб В нем Есть А Энита В нем Нет Ой Все Спасибо Артем Вот Теперь Я понял О чем Вы Говорили Господи Прости Спасибо Вот Обратите Внимание На то Что Все Что Лежало У нас В Энити Значит Смотрите Я Спасибо Артему Который Сказал Что Не туда Положил Этот Чертов Энит Надо Было Туда Его Засунуть Вот Когда Мы Туда Засунули Сейчас Когда Мы Сделали Так Как На Картинке Вот Здесь Оно И Заработало Обратите Внимание На То Что Все Что Определено В Ните К нам Приехало А Вот Сум Отсутствует Ну Был Мы Да Почему Потому Что Это Подмодуль Который По Умолчанию Импортируется Для Того Чтобы Импортировать Надо Либо Вот Так Вот Сказать Тогда Пожалуйста Бог Рать Да Вот Либо В В этом Самом Инисе Нам Надо Сразу Было Сказать Что Например Там Import Subm Точка Subm Бумы Я Сказал Какой Еще Инвалид Синтексис А Ну Да Subm Ну Мне Казалось Чтобы Нет не хочет Бру А Это не здесь Да Вот, значит Еще этот ДНИТ управляет ситуацией Где у нас Сейчас, а как же тогда Секунду Я что-то опять начинаю тупить Давайте я перестану тупить From.import.sum О! Шикарно! Вот, значит Еще этот ДНИТ управляет Он, понятное дело, управляет пространством Мен, которое самому наполняет Причем, обратите внимание на эту конструкцию Мы говорим, что вот этот Субуму, который мы сейчас импортируем Это не какой-то абстрактный Субуму, который может быть Найден где угодно Это Субуму, который находится Именно в нашем каталоге Это такой специальный способ к нему отнестись Вот, а еще Здесь можно написать Что-то типа Сейчас скажу Imports или что-то такое Время у нас идет, к сожалению, быстро Я забыл, как называется эта фигня Которую надо вписать в SIS Чтобы from Чтобы импорт звездочка работал Во, 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 во Прекрасно, есть титурил, в котором Вот, значит Для того, чтобы импорт Во, all он называется Для того, чтобы импорт звездочка из пакета Засосал какие-то еще отдельные имена Можно написать вот так И тогда у нас from package import звездочка Приедут именно вот это И не приедет ничего остального Этим тоже можно управлять в нить Примерно понятно, да? Мы можем определить, что именно К нам приедет по импорт звездочка Вот Ну, собственно, вот А, про main хотел рассказать Во, хотел рассказать про main Значит, смотрите Все хорошо Пускай будет так В конце концов, кто мешает Вот Но если мы сейчас попробуем этот пакет Вот так выполнить Он скажет, что Нет у нас main для этого пакета Он, правда, нам подскажет Что давайте У вас будет модуль Который называется Bla-bla main bla bla Вот Тогда все заработает Вы можете создать просто Под пакет под названием Bla-bla main bla bla Или Имя в этом самом В ините Который будет так называться Я раньше создавал пакету Но вдруг с инитом тоже сработает Давайте попробуем Я, честно, не уверен Но вдруг Если нет Сейчас мы его переместим В файл Да Так не должно быть Видите, он говорит Что это именно модуль должен быть Ну и отлично Значит, мы сейчас это сделаем По-другому Пак main.py Только не пу, а py Пы Вот Давайте мы отсюда Это перенесем сюда И это будет прям вот Чуть ли не вот так Вот это достаточно Единственное, что может быть Нам сейчас захотят Нам сейчас захотят Сделать вот так вот From Точка Import Звездочки В этом духе Вот Вот теперь Давайте Да То есть мы создали Отдельный Отдельный Модуль Под названием Main И этот модуль Собственно играет роль Мейна Вот Что-что-что Что-то я тут Какой-то глупости Я хотел вот так сделать Чтобы мы увидели Что это действительно оно Вот И этот модуль Играет роль Собственно Мейна И при Запуске Программы Как модуля Она выглядит так А без нее Она выглядит Она Эта штука Не выполняется вообще Да Вот пожалуйста Да Значит Вот этот main Остался в стороне Потому что он отвечает Только за минусы Это как Выполняются Большие пакеты Если их Запускают С ключиком минуса В принципе На этом Наше исследование Не заканчивается Там есть еще Всякие штуки Под названием Сборники Namespace packages Вот Но честно Я в них не разбирался Потому что Это видимо Для еще более Каких-то Развесистых Пакетов Которые состоят Из Так называемых Порций То есть сегментов Которые состоят Из-под пакетов Которые состоят Под пакетов Ну и так далее Какие-то очень крупные Очень крупные Образования Я Честно В них Не рылся Никогда Но Вот Нас даже посылают В правильное место Под названием Пеп420 Где Описано Как пользоваться Этими самыми Namespace packages Здесь Раньше У нас был Запланирован Разговор Про стандартные Пакеты Поскольку Это такой абсолютно Ни к чему не обязывающий Разбор Который всегда Можно сделать Самостоятельно Просто взять Открыть Открыть Вот это И потыкать Во все Что вас интересует И почитать документацию Я Позволю Эту штуку Отложить Либо На совсем Либо На время Потому что Я еще Обещал рассказать Про структурные Шаблоны В питоне Гораздо Более Интересная Штука Вот Свеженькая Берем Учебник И прям По нему Начинаем Шпарить Значит В чем Идея Структурных Шаблонов Идея Структурных Шаблонов Стоит В том Чтобы Не лепить Бесконечные Бесконечные Элифы Ну Грубо говоря Мы взяли Давайте Мы сейчас Что-нибудь Простенькое Тут Начнем С конца Нет С самого Конца Вот Значит Что-нибудь Простенькое У нас Есть Какое-то Число И вместо Того Чтобы Писать И в Такое-то Или в Такое-то Или Такое-то Или Развет Это Можно Написать Вот так Красиво И это Будет Похоже На Какой-нибудь Сишный Сишный Свич В котором Будет Ну Все Совершенно Однозначно К нам Проезжает Некоторый Объект А мы Его Сопоставляем С некоторым С некоторым Другим Объектом Все В общем Абсолютно Прозрачно И в каком-то Смысле Даже Неинтересно Давайте Попробуем Значит А я Кстати Это делаю Из Птпайтона Потому что Нам придется Сейчас Запускать Десятый Питончик Вот так Вот Вот Три десятых Питончик Только что Собрал Сегодня Как видите И это Даже Не два часа По полудни Это Извините Плюс Гринвич То есть За полчаса До всего Его собрал Да В репозитории Он скоро Будет У нас Но просто Там Как бы Есть Некоторые Синтаксические Штуки Которые Нужно Исправлять В старых Пакетах Поэтому Да Три десятых Питончик Смотрите Ну допустим Match Input Ну и здесь Допустим VVV Print VVV Что тебе не нравится Дайте подглядим Да нет Все нормально Игорь Все так говорит Ну Начинается Все работало Только что Так Более сложная Картинка работала Так она Работать Не будет Все равно Invalid Syntaxes Input Line 2 Че не так Так 310 Питончик 310 В чем В чем проблема Много всяких матчей Но это все сложные матчи Спасибо дорогой Как обычно Нет Не как обычно Я такого Такого персонажа С Немножко Японскими Да С немножко Японскими именами Вижу впервые Спасибо Егор Спасибо Низуко Все правильно Вы написали А я А я А я ошибся Хорошо Давайте сделаем так Еще раз Match input Input Вводим строчку Делаем кейс Ну скажем VVV И будем так Вот Кейс Ну не знаю Там Не знаю XX Ну ZZZ Чтобы никого не пугать Если мы ввели VVV То она напишет VVV А если мы ввели Какую нибудь фигню Она ничего не напишет Не выполнит Ни один из кейсов Вот Совершенно очевидный Такой переключатель Как если бы Ничего хитрого В этом не было Но разумеется Python не был бы Python Если бы В нем Не было ничего Такого Вот есть вот Такие тупые Конструкции Только применим Ну для начала Для начала Давайте попробуем Что? Давайте попробуем Другой матч Который Другой тип Шаблона Который называется Пьеменный Собственно Мы можем Написать Вот так Кейс Пазар Принт Пазар Ну даже не так Давайте сделаем Что нибудь Типа такого Обратите внимание Вот на что Наша конструкция Здесь позволяет Писать Константы И сравнивать То что здесь С тем что Нам приехало сюда Напрямую Просто путем того Равна ли вот эта Последность Вот эта Последность Однако Если в операторе Кейс В клаузе Кейс У нас встречается Имя А не Константа То вместо Сопоставления Происходит Заполнение Этого места Тем что Приехал нам В разбираемом Объекте Тогда у нас В результате Этот азер Будет равен Строке Овер И поскольку Овер Не ввв Не ззз То он приедет Вот сюда Положится Назовется именем Азер И можем Можем этим пользоваться Вот Дальше Больше Да Ну разумеется Есть вот такие штуки Да Допустим Мне кажется Так тоже должно Заработать Вот Да Значит В нашем кейзе Может быть Вот такая операция И эта операция В случаях Конструкции кейз Вообще Другое Значит Да Это Не побитого Или А вполне себе Или Которая В случае кейза Говорит Что у нас Либо этот шаблон Либо этот Другое Ну и там Начинается Там можно Всякие конструкции Строить со скобочками В общем Язык описания Логических Шаблонов Отдельно Прилагается Вот Дальше Больше Смотрите Тут И так мы Умеем раскладывать Приехавший нам Объект По переменным Это конечно Шикарно Но давайте Сделаем Вот так Точка Сплит Допускай так Вот Давайте Это все удалим Удалим Кейс Теперь что Смотрите У нас получается Что у нас Может приехать Целая строка В смысле Список строк Что мы можем Написать Мы можем Сать так Допустим Этот список Состоит из одной Команды Смд Ща Вот это вот Я кстати могу Ошибаться Давайте мы посмотрим Чуть пораньше Да нет Вот Тут прям написано Здесь напишем Single Cmd Arg Print Смд With Arg Но это был With И соответственно Вот With И здесь напишем One Во Если Если их больше Одного Отлично Воспользуемся Только не в эту сторону Воспользуемся Множественным Шаблоном Который в данном случае Означает Немножко другое Но Ожидания Те самые Нам в ARX Приедет их много Если их там было много Да Сейчас Ой Ну вот Я нажал Ctrl-C По привычке Не умею еще Хорошо пользоваться Пт-пайтоном Сейчас Секунду Ctrl-C В потопительной Замать никогда нельзя Это вредно Для здоровья Ну вот Да Print F Это не регулярное выражение Ни разу Но Какие-то логические операции Над шаблонами Можно Накладывать Я не уверен Что они автоматные То есть Что там Он соответствует Языку автоматных Грамматик Вот We More Many Many Argus Так Capture CMD Makes Remaining Patterns Unreachable Да Я понял Надо делать Вот так вот Что это Список Значит Иначе У нас будет Качо Как в первом Случае О чем нам Сейчас сказал Питончик Что мы тут Поставили просто CMD И это значит Что сюда Что угодно Подходит Ну оно просто Будет называться CMD Давайте Заранее Определим Что это Последовательность Во Значит Ну что сюда Впишем Допустим Мы Теперь С одной Командой И с Несколькими Вот Обратите Внимание Что здесь Помимо Переменных Присутствует Также Структурный Матчинг Вот отсюда Проезжает Последовательность Если Эта Последовательность Стоит Из одного Элемента Значит Срабатывает Первый Кейс В котором Написано Что это Должна Быть Последовательность Из одного Элемента Если Это Последовательность Стоит Из двух Элементов Срабатывает Второй Кейс И если Это Последовательность Из одного Элемента И под Последовательность Срабатывает Третий Кейс Вот Я сильно Подозреваю Что Он бы Сработал И вот В этом Случае да видите поскольку теперь у нас нету вот этого варианта то структурно вот эта конструкция тоже похоже на то что нам нужно потому что у нее есть первый элемент остальных возможно нету arcs пустой собственно так она и сработала тем не менее поскольку альтернатива рассматриваются с первой то мы просматриваем их по очереди вот более того более того понятное дело что все это можно миксовать вы можете например написать вот так вот здесь вот написать что-нибудь типа кейс cmd not да и это будет означать что в строке вашей должно быть три элемента вашей последовательности точнее три элемента первый уходит в переменную cmd 2 должен быть равен not а 3 уходит в переменную arc print f cmd with arc disablet вот ну-ка 0 это мы не надо было not смотрите не сюда значит идея стоит в том что этот матчинг можно перемешивать всякий вот главное чтобы то что к вам приехало структурно соответствует тому шаблону который вы сюда написали вот да соответственно некоторый best practice состоит в том чтобы вставлять качелл и в этот качелл в нем использовать вот такую вот такую вот такую конструкцию мы помним что подчеркивание это валидное имя переменной чтобы можно использовать но она настолько как бы специфическое что иногда используется для всяких левых целей например последние выведенные интерпретатором значения равно вот этой штуке сейчас покажу но в принципе совершенно обычные валидные перемены поэтому вы можете сказать что то типа такое ну вот только я не очень понимаю при каких условиях и танк новым будет потому что у нас же здесь качелл есть так работать не будет то есть то пожалуйста я ошибся пустая строка на к новым логично только смотрите вот эта фигня уже переименовалась в какую-то ерунду поэтому нет просто вот что касается вот этой штуки что она всегда равно чему-то да допустим вот она равна последний последнему объекту который в интерпретаторе командной строки был выведен потому что он повис в результате вычислений выражения да вот как выяснилось последний объект был вот и вот если вам не нужно содержимое если он не нужно кать не нужно переменную складывать вашим качелли нужно обработать ситуацию когда ни один из кейсов не подошел используйте подчеркивание это и выглядит эстетично и никому не мешает вот однако дальше больше так сейчас мы посмотрим ну тут прям уже совсем какие-то но это все оры это все нормально вот это вот язык выражения и в этот со паттернс вот мы можем обмазать это и фом понимаете да насчет помните у нас есть такая штука фильтрация для конструктор циклических так вот каждый кейс мы можем обмазать таким же фильтром в котором сказать навесить на паттерн матчинг еще дополнительный фильтр в стиле обычного ифа в проверках каких-то условий в данном случае когда мы ввели фу мы не смогли пойти по этому кейсу потому что здесь черным по белому вернее цветным по черному написано что фу не годится вот и мы провалились на тот кейс который с которым эта штука ассоциируется а именно одна команда с нулем ну смысле а одна под строго одно слово с нулем дополнительных слов вот до сюда вот дать до сюда мы дошли видите обмазать можно и фом так да и последнее извращение такое самое мощное она мощная в том смысле что меняет наше представление о том какие какие будут синтактические конструкции в питон и это третий тип третий тип шаблонов в это матчинге шаблоны конструктора объектов вот это довольно сложная штука сейчас будем вместе в нее въезжать потому что она как это пока ты не пользуешься в режиме каждый день она очень сильно в голове плавает но в допустим у нас есть класс у этого класса c есть поле а и поле бы у нас есть экземпляр этого класс ну давайте ради интереса скажем еще один экземпляр тоже такого же класса но мы в нем поменяем поле бы хоть я не знаю зачем это нужно вот значит у нас теперь есть а и бы да в а у нас 100 и 500 а в б 100 и 100 500 если дециды извините мы можем взять так матч cc кейс и вот здесь мы пишем следующий мы пишем класс в котором пишем в нотации похожий на вызов вызов как любого коллаба с позиционными нет с именными параметрами ну пишем например так а а а равно в арта бы равно вар б при вар а вар б кейс к чё не так какой импульс войн один матч матч о значит что сейчас произошло до того чтобы описать что сейчас произошло давайте в этот кейс добавим несколько невалидных кейсов которые мы пропустим цири а равняется вар вар хорошо д равняется варды почему этот кейс пропущен потому что у нашего объекта цири он не является типом цири экземпляром класса c а нет он является экземпляром класса c извините но в нем нету поля d который равняется варды в нем нету поля d и поэтому нечего нам присваивать в варды давайте сейчас сидел еще класс д не так за моды да и d равняется d вот вот зачем мне нужен был бы нет сейчас сделаем дадите значит что я хочу сделать я хочу проверить на класс д давайте здесь еще напишем д а здесь напишем цель вот смотрите значит что в действительности произошло мы посмотрели на объект c в этом кейсе проверились проверилась две вещи что это экземпляр класса d что уже неверно и дальше смотреть не будем что этот экземпляр класса c у него есть поле d что тоже неверно поэтому дальше смотреть не будет и что это экземпляр класса c у У него есть поле А и поле Б. Более того, еще один невалидный кейс можно проделать. Вставив сюда шаблон А равняется, ну, допустим, 100, 500. Print. Ну, хорошо, 100, 500. Вот. И этот шаблон пропускается, потому что у нас, да, объект С является экземпляром класса С большое. Да, у него есть поле А, только оно не равно 100, 500. Мы здесь используем сравнение с константной, как это мы раньше делали, а не помещение в переменную. Вот. Вот если мы напишем С точка А равняется 100, 500, то внезапно вся эта конструкция заработает вот так. Еще раз. Вот эта конструкция, несмотря на то, что здесь указано имя класса, ничего общего не имеет с вызовом элемента, с изготовлением экземпляра класса. Да, в конце концов у нас вот такая конструкция синтаксически невалидна. Нет у нас параметров при вызове конструктора D. И эта конструкция в кейс означает совсем другое, синтаксически новая штука. Она означает фактически предъявление нашему паттер-матчингу, да, структурному, нескольких требований, что объект должен быть типа D, и что у него должны быть поля с такими именами. При этом синтаксически это выглядит как какой-то коллабл с именными параметрами. Ну, я так думаю, что синтаксический анализатор, или лексический анализатор, нет, синтаксический, действительно так работает. Он вылавливает вот эту конструкцию с именными параметрами, но дальше на уровне семантики интерпретируется совершенно по-другому. Такая вот удивительная, удивительный сдвиг в голове, да, который надо уложить. И в этом смысле я считаю, что введение этих действительно гениальных в смысле мощности шаблонов в язык немножко его усложнили вот синтаксически, да, вот мы теперь одни и те же конструкции могут значить совершенно разные в различных контекстах, да. После кейса вот такая конструкция означает совершенно не то же самое, что без кейса. Кстати сказать, если бы я здесь захотел изготовить экземпляр этого класса, мне бы пришлось потрудиться. Понимаете, да? Вот. Я не знаю, кстати, ответа на этот вопрос, что делать, если я хочу, чтобы здесь действительно был D. Ну, экземпляр класса D. Не знаю. Вот. Кажется, это еще не все даже и это. Да, значит, помимо этого есть еще, раз уж у нас есть конструкция, раз уж у нас есть конструкция, похожая синтаксически на именные параметры, наверное, можно использовать конструкцию, похожую синтаксически на параметры позиционные. Но, вот эта вещь действительно абсолютно новая уже, и ни один из известных типов в 3.9 Python не может быть вставлен в такую конструкцию. Вот. А в 3.10 Python в такую конструкцию может быть вставлено, если не ошибаюсь, Data Class и Named Tuple. Но это может быть сделано за счет специального поля, которое появилось только в Python 3.10, которое называется... Брюки превращаются... Так, мне пора заканчивать. Уж больно эта вся интересная тема. Сейчас я найду просто на взгляд, как оно называется, и вам покажу. Которое называется MatchArgs. Если в нашем классе есть поле MatchArgs, то мы можем в кейсе указывать просто параметры. Попробуем прям по порядку. Давайте попробуем это сделать. Значит, класс D, MatchArgs... По-моему, не Mav, а Match. По-моему, это так пишется. Да. Равняется... Что там? A, B... Так, только не так, а вот так. Вот. Это будет означать, что при попытке сопоставления экземпляром этого класса, в котором в кейсе будет описан позиционный вариант этой фигни, а не позиционный вариант, а не именной. Первым параметром будет A, первым полем, а вторым B. Давайте попробуем. Кейс, D, только не кейс, естественно, а Match. Match D, кейс. Давайте посмотрим, как позиционный параметр в кейсе U. Первый, второй. А почему он в... А, потому что tuple. Первый tuple, отлично. Кейс, D, от... Первый параметр A, ну, скажем, var A, а второй параметр нам неинтересен. Print. var A. Ну, или давайте второй параметр, пускай будет равен нулю. А тут вот кейс D, от var A, var B. Print. var A, var B. Вот, значит, смотрите, что сейчас произошло. Сейчас, поскольку в нашем классе D определены определенный порядок сопоставления шаблону позиционный, вот это будет поле A, а вот это будет поле B. Мы проверили, что поле B не равно нулю, поэтому этот кейс не проходит. А, значит, проходит вот этот, в котором есть первое поле, второе, они приехали A и B. Если мы сейчас напишем D точка B равняется нулю, сработает первый кейс. Вот. Дальше, больше. Сейчас мы с вами имели дело исключительно с последовательностями и классами. Ну, никто не мешает, например, использовать словари. Да? Давайте попробуем. D равняется 1, 2, 3, 4. Кейс D, только не кейс, естественно, матч. Матч D. Нам пора заканчивать, но мы как раз уже пришли. Кейс A, словари. Ну, допустим, 1, 2, икс. Принт, икс. Так, этот кейс прошел. Кейс, допустим, 0, или там, 2, 2, икс. Икс. Принт, икс. Че? А. Вот. Опять, имейте в виду, что это не сопоставление того D, который нам приехал, D, простите, D, с конкретно вот этим, конкретно вот этим словарем. Нет. Это такой синтаксис для кейса. Указать ему, кейсу, что к нам будет, приедет словарь, и что в этом словаре, пожалуйста, ты найди поле, ключ ASD и помести его в Y. Вот. Да? допустим, 3, допустим, 100. Не работает, нет, потому что у нас 3 не 100. Кейс 1х, 3y, икс, икс, икс. Вот. Соответственно, мы из всех этих сопостановок вот этот словарь не годится, потому что ключ не равен, вот этот словарь не годится, потому что значение не равно, а вот этот словарь годится, потому что ключи совпадают, а значение мы все равно в виде переменных принимаем. Все. больше я рассказывать про сопоставление не буду там есть еще одна фишка которую может быть имеется имеет смысл иметь в виду когда вы делаете or вот or и при этом у вас есть какие-то переменные в каждом из этих оров список набор переменных должен быть одинаковым то есть вы не можете написать что-то типом матч сейчас давайте матч input тут . сплит сплит input что-нибудь типа кейс рез или вес вес 1 print рез вот так вы написать не можете чё 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 а запятая извините вот поскольку у вас один кейс в этом кейсе должны быть все имена одинаковые понимаете да даже если вот так напишите все равно кажется работать не было а так будет как интересно прекрасно вот значит обратите внимание что вот такая конструкция не работает потому что у вас есть два обязательных имя в левой части и одно обязательное в правой части вот а вот такая конструкция работает потому что это им не обязательно такой качел вот ну прикольненько чё могу сказать все хватит нас осталось всего 10 минут на то чтобы вообще финишировать вот а я даже не рассказал про стандартные модули про пипа про вот эту всю ерунду но сейчас расскажу вернее не расскажу а просто ткну пальцем и на этом мы наверное закончим что касается стандартных модулей то я уже говорил что рекомендуется просто ручками сюда зайти и потыкать обратите внимание сколько их раньше было порядка 200 сейчас потихонечку стало меньше потому что некоторые из них довольно причудливы например а и в ц это разбор звуковых файлов в формате а и фуфы и а и фыцы которые мне кажется существовали только в прошлом тысячелетии только под операционной системы типа соляриз и тем не менее вот дальнейший разбор наверное делать не буду возможно имеет смысл посмотреть какую лекцию прошлого года где это делал мы видите ли а патерными у вас с вами увлеклись согласитесь патерный гораздо интереснее чем вот это это можно и самому узнать вот о чем следует сказать это о том месте где брать модули которые не входят стандартную поставку это место называется python package index и на сегодняшний день она насчитывает 345 тысяч 345 тысяч различных пакетов еще недавно их было порядка 300 в общем я одно время как это опускал понты и рассказывал про пупы в самом начале и там было одно количество пакетов а потом рассказывал в самом конце их стало становилось другое количество пакетов но четко как-то мне стало уже не интересно этим хвастаться и тем не менее ведь самые эти самые пакеты там буквально каждый день по низку штук появляются важно понимать что пупы это репозиторий пакетов в большинстве своем подавляющим большинстве своем под свободными лицензиями берем смотрите вот сюда да мы не знаем сколько их их супер много и это только под свободными лицензиями которые прямо заявлены как россия пруд а еще и всякий паблик домен вот ну нет это это and а надо он вот ну короче вы поняли большинство этих пакетов под свободными лицензиями потому что бессмысленно выкладывать под несвободными лицензии что-то в общий доступ вот что это значит это значит что любым таким пакетом можно просто взять и воспользоваться вашем продукте ничем за это не будет то есть в некоторых случаях надо внимательно посмотреть если вы внезапно хотите делать программу на питоне под закрытой лицензии и страдать от этого разумеется то чтобы ваш закрытой лицензии не вступила в конфликт допустим с лицензии копилевный там гп или мп или чем такое но если вы сделаете свободный проект то любой практически модуль с пупы вам подойдет вот пожалуйста две с половиной тысячи одних только графических проект под открытой лицензии вот значит что еще я хотел рассказать про пупы это про то что можете просто взять и поискать что нибудь ну не знаю там баннер этих баннеров какое-то количество не милосердное обидно я хотел конкретно специальный проект но ну давайте его что ли найдем руками он называется фиглит был такой проект фиглит который рисовал текст пофиглит вот он он называется пуфиглит оказывается не баннер пуфиглит чтобы им воспользоваться нас сделать буквально следующее надо взять питончик специальный инструмент который называется пик install этот самый пуфиглит давайте мы вернем обратно вот как тут написано собственно вот вот именно это и надо сказать вот и внезапно и внезапно к вам во первых вот сюда вот сюда приедет этот самый пуфиглит вот в это место во вторых вам скорее всего вот сюда приедет сценарий от этого пуфиглита который можно запускать вот он написан на питоне поэтому он кроссплатформенный вполне вот и прямо можно вот прямо можно этим пользоваться ведь вот пожалуйста там еще шрифты есть всякие ну короче вы меня поняли да значит про это все у нас будет разговор в будущем семестре про то как ввести разработку под питон но тем не менее как видите как видите вот значит напоследок пожалуй две вещи я скажу и как раз мне осталось пять минут вещь первая в питоне есть такая пасхалка называется импорт из вас это питание дзен в исполнении тима петерса одного из известных членов таких мощных деятелей питон комьюнити вот называется дзен питона и это дзен питона представляет собою как полагается дзену сборище конов кон это такое противоречивое суждение учителя которое по сути выраженная и заставляет задуматься и когда ты задумаешься ты понимаешь насколько учитель был прав да а когда ты пытаешься понять каждое слово в этом суждении тебя только подгорает вот первое суждение абсолютно бессмысленное красиво и лучше чем безобразные ну кто бы спорил но суть этого кона в том что когда пишите программу на питоне и видеть что у вас получается некрасиво скорее всего вы пишете плохой код чисто программистки плохой хороший код на питоне почему-то выглядит красиво это понятное дело дело привычки это понятное дело в том числе и привычки к правильному мышлению на питоне но идея стоит в том что возможно это верно для любых языков программирования хотя я знаю языки программирования код на которых всегда выглядит некрасиво в любом случае для питона это верно такой латмусовая бумажка если вы видите некрасивый код собственном исполнении скорее всего он плохой и чисто программист следующее утверждение тоже вполне себе противоречивая который говорит о том что эксплисит заранее описанное всегда лучше чем по умолчанию кто бы говорил вообще это говорит чек который программирует на питоне где нет никаких типов по умолчанию где ничего нет по умолчанию а которые есть называются хенты тоже не работают да суть этого кона состоит в том чуть быстрее надо суть это у кого она состоит в том что умолчание бывает разным если это умолчание только в вашей голове или там в голове каких-то конкретных разработчиков и она не выходит за пределы вот этой группы очень плохо если к этому умолчанию не существует эксплисит описание вот именно для этого существует хенты например именно для этого существуют документация в функции и мой модуль и классе в общем все что прописано явно гораздо лучше того что прописано не явно за исключением ситуации когда это не явное прописание и есть ваша цель еще один куман состоит из двух строчек simple is better than complex a complex is is better than complicated значит идея в чем понятное дело что простой и лучше чем сложный это бессмысленное утверждение но она не просто бессмысленное она в общем неверно в том смысле что есть такие задачи к которым нет простого решения например некоторые из наших домашних заданий вот но очевидно что сложное решение можно сделать большим сложным но понятно и даже простое решение можно сделать усложненным то есть таким которые как бы complicated да там с какими-то костыликами какими-то проверочками какими-то значит привязочками к чему-то очень такому прагматически разнообразному вот вся эта complicated чешуя на питоне очень ему вредит именно потому что красивый хорошо написанный текст текст на питоне он как раз simple дальше flat is better than nested понятное дело что если вы что-то написали в столбик если вы что-то написали очень очень много вложенного в столбик читать проще хотя со столбиком мы знаем что если вы написали слишком много в столбик на питоне как на фартране как на паскале вы значит опять что-то сделали нет sparse is better than dance идея стоит в том что если вы написали очень плотный код где прям много 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 текста кода и больше ничего читать это отвратительно вот и хорошо бы делать пробелы помните как фэн-шуй к нам приставал но этот самый проверки проверка стиля оформления делайте два перевода строки перед каждой функции перед каждым объявлением класса вот это все это вот как раз в исполнении вот этого желания понятное дело что это тоже кон и лишний шум между работающими строками кода никому не нужен но тем не менее readability counts пожалуй это единственный код смысл которого не в противоречивости а в его лаконичности братцы когда вы пишете на питоне главное чтобы программа нормально читалась это не супер главное это не ваша цель ваша цель что программа работа нормально работала но имейте в виду что читаемость в на иного на любому язык скором языке а уж тем более на питоне и это очень ценная штука special cases aren't so special enough to break the rules даже если вам очень надо вообще говоря нельзя отговариваться ну тут типа тут у нас особый случай поэтому мы не будем пользоваться стандартными договоренности казалось бы тупое жесткое правило но к нему есть соответствующие дополнение который просчитывал в ком а за практика лица без пьюрити то есть если надо для дела то все-таки можно нарушать правила правила это не дом то есть вы должны осознавать что вы нарушаете правила каждый раз когда вы нарушаете осознавать почему проекте канате практическая необходимость вас вынуждает к этому и никогда не делать это в других случаях should never pass silently никогда не скипайте ошибки нет не обработав их за исключением ситуации когда вам нужно их не обрабатывать еще одно очень важное заявление в случае неоднозначности не пытайтесь угадать бог не играет в кости программист на питоне тем более не играет в кости если вы столкнулись ситуации что вы не понимаете у вас неоднозначность в коде вы не понимаете каким способом его реализовать у вас неоднозначность в описании так дальше ликвидируйте эту однозначность сделайте так чтобы вывод был однозначный по этим самым себе жизнь упростите и людям которые будут работать с вашим кодом упростите жизнь многократно за счет билан and preferred префирабли он его об обвис вейте дует и это дискуссия с лари вовом автором языка программирования перл гвиды и лари примерно одногодки лари огромный поклонник постмодернизма и бесконечного количества разных способов решить одну и ту же задачу в результате этого как мне кажется в том числе перл стремительно теряет популярность по хорошему сам язык должен быть так организован что нормальный правильный способ решить задачу должен быть очевидный только один понятное дело что это абсолютно недостижимый идеал и этот и недостижимость делает это утверждение коном но очень хорошо когда вы в питоне придерживаться именно этого да что вот есть нормальный способ решения задачи все остальные но опять же это утверждение не было бы до конца коном если бы не следующее однако способ этого решения очевидно может быть только в том случае если вы голландец намек на то что некоторые идеи гвида все-таки очень специфики видоспецифичны потому что гвида голланд ну такой классический корт кон программирования который не относится к питону конкретно нау из бэкзана сейчас лучше чем никогда алфа нерва из овен бэкзет райнау то есть за граной то есть сейчас конечно лучше чем никогда но алгоритм некогда думать трясти надо он еще хуже вы потратите время энергию и ничего хорошего у вас нет если то что вы придумали тяжело объяснить скорее всего вы придумали что-то плохое это похоже на утверждение что некрасивый код обычно плохо и вентилятор шин из easy to explain it may be a good idea мэйби совершенно необязательно что это что вы легко объясните хорошая идея может быть хорошая не гарантированно типичный код на имспейсис а ван хаккер грит одея дэс гау мау обоуз пространство имен гениальная штука давайте сделать делать их все больше и больше вот это скорее издевательство над тем что действительно в питоне очень много игрищ с пространством имен колонам это утверждение делает то что в действительности именно игрищ с пространством имен жрут производительность питон да то есть вот ну реально там убрал операцию индексирование фига все стало работать на сколько процентов быстрее с другой стороны синтаксическую правильность изоляцию клоужер который мы с вами проходили все остальное все-все-все в питоне достигается именно жонглированием пространство имен рекурсия там ну вот этого так что вот вот вам кона питона ну и напоследок напоследок конечно главная пасхалка питона это не под антигравити давайте мы сделаем эту картинку погромче картинка довольно старая это xkcd известный комикс значит он настолько старый что относится еще ко второму питону для тех кто медленно переводится английского перевожу значит вот нас два персонажа один летает в облаках другой говорит так ты летаешь как-то играет я так то отвечает это же питон я его прошлым вечером выучил все настолько просто hello world программ hello world вы или как print hello world вот здесь вот следы 2 питона первый человек ну не знаю динамической типизация формате а значащие пробелы человечек сверху присоединяйся к нам программирование это снова веселая штука полный фан весь открытый мир здесь перед тобой хорошо отвечает второй человечек а как же ты летаешь ну как я написал импорт антигравити говорит первый и что и все но я еще залез медицинский бардачок и попробовал оттуда все медикаменты ну сравнивал но я думаю что это питон отвечает человечек который летает вот такая вот значит такая вот извините за объяснение шутки но некоторым по-английски бывает тяжеловато собственно на этом все это довольно старый xkcd видите 353 последний xkcd какой-то ночью 100 на этом все время наше вышло я сожрал еще 10 минут не удержался очень хотел рассказать про дзен питоне вот так что если есть какие-то вопросы задавайте но я чувствую что их нету это последние лекции в этом семестре в следующем семестре у нас разработка приложений на питоне сейчас покажу вот она значит там будет много уделено совместной разработки гиту и какое-то количество какое-то количество разговора про разные инструменты разработки частично это будет повторять то что у нас было в этом году в разработке под линукс как видите вот документированными танцуются локализация тестирование пакетирование вот это все вот но разумеется все это будет пропитон я постараюсь сделать сделать так что покупайте наших слонов приходить в следующем семестре хорошо если вопросов нет у меня уже начинают благодарить спаски спасибо евгения за теплые слова тогда всем спасибо до свидания и до встречи в следующем семестре вот